Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Работа над ошибками глава Самары Елена Лапушкина раскритиковала действия управляющих компаний по уборке снега, что грозит нерадивым коммунальщикам. Привьются все! В России началась массовая вакцинация от коронавируса. В круиз по Волге, благодаря федеральной акции «Елка желаний» исполнится мечта самарского ветерана. Православные верующие готовятся к празднику Крещения Господня, где можно будет совершить омовение этой ночью. В расцвете сил самарскому бурому медведю Умке исполнилось 23 года, как он отметил праздник. В Самаре продолжают бороться с последствиями сильного снегопада. Эта тема стала главной на еженедельном оперативном совещании в администрации под председательством главы города Елены Лапушкиной. Она проинспектировала работу коммунальщиков и поручила главам районов исправить все замечания в кратчайшие сроки. Подробности в репортаже Анатолия Головко. С начала календарной зимы суммарно с улицы дворов Самары на полигоны вывезли почти 330 тысяч тонн снега. За прошедшие сутки более 13,5 тысяч тонн. Только с 1 по 18 января в городе выпало 48,5 миллиметров осадков, что составляет 103% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 58 сантиметров. Представители коммунальных служб, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК бросили все силы на борьбу со стихией и ежедневно трудились в две смены. Только в воскресенье дороги, дворы и внутриквартальные проезды очищали 450 дворников и 611 специальных машин. Сейчас эта работа продолжается в усиленном режиме. Основной упор сейчас делается на вывыску снежных масс с территории УДС на 9 полигонов, 3 коммерческих, 6, которые находятся в ход ведения МП благоустройства. Сегодня 414 человек будут задействованы на уборке с привлечением 241 единицы техники. В понедельник перед оперативным совещанием в администрации города глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала работу коммунальщиков и управляющих компаний на улицах Гагарина промышленности Революционной и Партизанской. Здесь после уборки образовались снежные завалы, из-за этого произошло сужение проезжих частей. Глава города поручила устранить замечания в ближайшее время. С нерадимыми управляющими компаниями, коммунальщиками, которые не справляются со своими обязанностями, будут разбираться сотрудники прокуратуры. Безусловно, здесь хочу сказать огромные слова благодарности прокуратуре за их принципиальную позицию в отношении этих управляющих компаний. Составляем материалы для административных протоколов, для обращения в государственную жилищную инспекцию. И если управляющая компания именно так выстраивает диалог с нами, с жителями, то мы вынуждены этот диалог именно в том формате и поддерживать. Коммунальные службы оперативно отрабатывают все жалобы жителей в социальных сетях. Накануне горожане обратили внимание властей на несанкционированное складирование снега в Постниковом овраге и в микрорайоне Волгарь. Глава Октябрьского района Александр Кузнецов сообщил, что вопрос находится на его личном контроле. А вот в Куйбышевском районе складирование сугробов приостановили. Ну сейчас, конечно, вывоз туда снега остановился. С управляющей компанией сейчас разговариваем, чтобы они заключали с полигоном договор на вывоз. Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. Далеко не все справляются с уборкой дворов и выездов на внутриквартальные проезды. В выходные дни муниципальное предприятие ГАТИ по благоустройству проводило подробный анализ результатов работы по очистке придомовых территорий, дворовых проездов и по уборке снега и наледи на скатных кровлях. В итоге специалисты сформировали перечень дворов, где необходимо усилить работу, а также составили список домов, на которых образовались наледь и сосульки. В первую очередь коммунальщикам необходимо очистить те крыши, которые представляют особую опасность для горожан. Главы внутригородских районов уже представили план по устранению замечаний. Его составили во взаимодействии с ТСЖ и ЖСК. Сегодня с учетом замечаний для уборки кровель в Самаре привлекут 82 бригады, каждая из которых состоит из двух-трех специалистов. До конца дня количество бригад должны увеличить до 114. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Городские власти проверят законность оформления земли на Сорокиных хуторах, где вырубается лес. От самарцев начали поступать жалобы в социальных сетях. По словам местных жителей, в течение недели вдоль Волжского шоссе идет вырубка. На возмущение горожан отреагировали сотрудники муниципального жилищного контроля Кировского района, которые выехали на место с проверкой. Оказалось, в границе учтенных городских лесов участок, где сносят деревья, не входит. Из состава земель лесного фонда он был выведен в 2008 году. Сейчас территория принадлежит частному лицу. Чиновники объяснили, что владельцу не нужно получать разрешение на снос деревьев. Тем не менее, проверка отдела муниципального земельного контроля продолжается. И по ее итогам чиновники намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность оформления этого земельного участка. В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день – 36 586. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 270 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 33 722 пациента. Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к отметке в 95 миллионов. Поле 50 медицинских учреждений в Самарской области подготовили прививочные кабинеты для вакцинации жителей от COVID-19. В регион доставили тысячи доз препарата гам-ковид-вак. Жителям открыли запись на прививку. Напомню, начать массовую вакцинацию россиян с начала недели поручил Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская вакцина, как показывает практика, проявила себя лучше мировых аналогов. В Самарской области вакцинации на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Прививки сделали уже более 6 тысяч человек. О безопасности вакцины жителям напомнил руководитель информационного центра областного оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц. РНК-вакцина, которая применяется в Российской Федерации и во всем мире по этому принципу сделанная вакцина, это одна из самых безопасных вакцин. Потому что матричная РНК, римонуклеиновая кислота, это та матрица, на которой наша клетка начнет синтезировать белок, аналогичный белку вируса. Рейды в Самарском общественном транспорте по соблюдению масочного режима продолжаются. Сегодня в утренние часы пик прошли проверки с участием сотрудников полиции и СМИ на московском шоссе. Результат проверки выявил. Подавляющее большинство маски носят, но есть и нарушители, причем и среди работников линий. Гульфия Сафина продолжит тему. Вход строго в маски. Такая надпись сегодня есть во всех салонах городского общественного транспорта. В часы пик соблюдать дистанцию становится проблематично, поэтому защита дыхательных путей – основной способ уберечься от заражения. Рейды по соблюдению масочного режима проходят каждый день с участием полиции и народной дружины. Если находим вдруг пассажира, у которого этой маски нет, или у которого она есть, но он говорит, я ее не надену, у меня принципиальная позиция, нам в помощь сотрудники полиции. В отношении него вставляется административный протокол по статье 20.6.1, часть 1. Там предусмотрена санкция до 30 тысяч рублей. Можно ли кто надень? Нет, у меня с собой маски. Площадка на подбородок. А, блин, я думаю, зону потерял. Несколько месяцев назад в Самаре принято решение высаживать из салона пассажиров, отказывающихся надевать маски. Так, по своей ежевене, не смогли продолжить поездку 1337 человек. Более 9,5 тысяч пассажиров не пустили в метро. Однако из-за сильных морозов меру смягчили. Если маска при себе имеется, обходятся замечанием. Школьников и студентов до 18 лет также никто на мороз не выставит. Здесь рекомендации родителям. Важно обеспечить детей средствами защиты, ведь даже гости региона знают – в Самарской области масочный режим. Представитель Беларуси. У нас все воспитанные, я бы создал маски. Рейды направлены на всех участников движения. Без внимания не остаются и сотрудники транспорта. Только на прошлой неделе контроль выявил водителя автобуса, который надел маску, лишь увидев сотрудников полиции. Была проведена служебная проверка, и водитель привлечен к дисциплинарной ответственности. По итогам месяца водитель недополучит премиальной части зарплаты. На самом деле экипаж утром проходит инструктаж о том, что необходимо не снимать в течение рейса маски, а также напоминать пассажирам, что стоит надевать защитные средства. Впрочем, судя по всему, не все слушают утренний инструктаж внимательно. У вас девушка едет без маски. Вы сидите молча. Девушке 33 года. Я что ей должна? Свою голову или свою? Я маски, водитель маски, все пассажиры маски. Извините. Почему вы без маски? Билет поучетный. Я ее забыл. Я в торописную работу. Не кричать. Не можете понять. Понять человека всегда можно, но допустить нарушение в период пандемии значит допустить очередных случаев инфицирования. С октября, когда к рейдам подключилась полиция, в Самаре оформлено 159 протоколов на нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Решение о наказании принимается судами с учетом всех обстоятельств. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. В Самарской области собираются ужесточить закон о тишине. В Губернской думе готовят соответствующие поправки. Сейчас за шум при проведении ремонтных работ в часы тишины штрафуют рабочих, а не владельцев квартир. Авторы законопроекта предложили установить ответственность непосредственно для собственников жилья. Но на законопроект поступило несколько замечаний прокуратуры. В частности, в документе нет конкретного описания запретительных норм, нет ясности, как административные комиссии должны определять степень вины собственников или нанимателей помещений в случаях договоров о найме жилья. Есть проблемы выявления и фиксации такого рода правонарушений. Поэтому законопроект ждет доработка. Сейчас нельзя шуметь с 13 до 15 часов дня и с 10 вечера до 8 утра. В будни нельзя производить ремонт с 8 вечера до 8 утра, а в выходные с 8 вечера до 10 утра. С мошенниками, которые звонят от имени банка, сталкивался каждый второй житель страны. Число россиян, желающих обанкротиться, в этом году может вырасти. А в Министерстве цифрового развития не прогнозируют роста цен на мобильную связь. Подробности в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В Министерстве цифрового развития связей и массовых коммуникаций не видят причин для грядущего роста цен на мобильную связь. По словам представителей министерства, никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не присылали. При этом все существенные изменения цен должны проходить в согласовании Федеральной антимонопольной службы. Ранее появлялась информация о том, что стоимость услуг мобильной связи может увеличиться на 15% в этом году на фоне пандемии. По словам аналитиков, рост цен будет неравномерным. Наименьшие изменения произойдут в базовых услугах. Подражание коснется сервисов на тарифах средней и высокой категорий. В этом году число заявлений от физических лиц о банкротстве может вырасти до 260 тысяч, считают российские финансовые аналитики. По их прогнозам, это число превысит показатели прошлого года на 65%. Причинами эксперты называют то, что процедура банкротства стала цивилизованным инструментом урегулирования неплатежеспособности должника. И еще одним фактором станет влияние негативных последствий пандемии коронавируса на способность физических лиц рассчитываться с долгами. Ранее сообщалось, что в 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами. Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует и запросы Центробанка. В то же время в 2020 году уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%. Большинство мошенничеств в прошлом году пришлось на методы социальной инженерии. Которые эксплуатировали тему коронавируса. Злоумышленники предлагали тестирование на COVID-19, выставляли штрафы за нарушение самоизоляции, а также обещали ускоренно перечислить государственные пособия. Официальный курс доллара на 19 января 73 рубля и 97 копеек. Американская валюта прибавила 43 копейки. Евро 89 рублей 33 копейки. Европейская валюта повысилась на 8 копеек. Нефть марки Brent на сегодня теряет в цене. За баррель черного золота дают 54 доллара и 86 центов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Всероссийская акция «Елка желаний» продолжает дарить подарки. В этом году самые сокровенные желания исполнились более чем у 500 детей нашего региона. Акция стартовала в начале декабря. В ней приняли участие ребята из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Также подарки вручили ветеранам труда и Великой Отечественной войны. Очередную мечту фронтовика сегодня исполнила глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Всероссийская акция «Елка желаний» охватила все регионы нашей страны. За время проведения акции желания исполнились более чем у 8 тысяч россиян. Продолжают сбываться мечты и в Самаре. Без долгожданного подарка от главы города не остался 9-летний житель Самары Григорий Жигалин. Мальчик с особенностями здоровья испытывает трудности в общении с людьми, но только не с техникой. Голова как компьютер отмечает, шутя мама. По новому телефону, который достался Грише в рамках акции «Елка желаний», ребенок теперь смотрит познавательные видео. Он сейчас очень увлечен, ему очень хочется научиться прыгать в воду. Он смотрит видео на ютубе в основном на эту тематику, как дети плавают в бассейнах, как они скатываются по горкам в аквапарке, как профессиональные спортсмены прыгают в воду. Подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний» вручают ветеранам Великой Отечественной войны. Владимир Нечаев прихорашивается у зеркала, мужественно держит осанку и то и дело смотрит в глазок. Участнику войны 94, и гости у него бывают нечасто. Этот день действительно особенный. Красавец такой, что он. В доме дух ушедшей эпохи. Стены украшают ковры, а елку – игрушки из настоящего стекла. Экскурс в историю сладкого, беспечного и радостного советского детства. В такой обстановке Владимиру Ивановичу комфортно. О войне он вспоминает с особым чувством волнения. И хотя в ожесточенных боях участия не принимал, а тяжелый сороковый готов рассказывать часами, как приходилось голодать, спасать товарищей от гибели и ежедневно молиться о мирном небе над головой. Говорит, было трудно, но страшно никогда. Любой человек не хочет умереть. Но надо идти, надо идти, да, и вот идем. Надо, значит, за дело идем. Поэтому я бы не сказал, что уж мы так больно боялись этого, нет. Больше всего в Новый год Владимир Нечаев мечтал о подарке, который позволил бы ему отправиться в круиз по Волге. Осуществить желание Владимиру Ивановичу помогла внучка. Оформила заявку на участие в акции «Елка желаний» и подарок не заставил себя ждать. Заветный сертификат участнику войны вручила глава Самары Елена Лапушкина. Вы заказывали Деду Морозу круиз по Волге? Ну, хотел бы я, конечно. Дед Мороз исполняет ваше желание. Летом поедете по Волге кататься, Владимир Иванович. Ну, это очень здорово. Торжественное вручение сертификата прошло с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии. Теперь ветеран войны больше всего ждет лета и возможности выбраться из дома. Как только сами захотите, мы вас отправим. Как будете себя чувствовать хорошо, как прививку сделаете. Да. Вот, да, не волнуйтесь, как вам будет удобно. Свыше 500 жителей нашего региона уже поверили в чудо и получили свои подарки. В основном это дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации ветеран Великой Отечественной войны. Ольга Павлова, Олег Зверев, Константин Головин, Максим Гусев. События. Этой ночью православные верующие начнут отмечать один из значимых христианских праздников – Крещение Господне. В храмах традиционно проходит всеночное бдение, которое переходит в утреннюю литургию. Одна из традиций – купание в проруби. Официально купель в Самаре оборудуют на полевом спуске. В других местах купание в прорубях на льду запрещено. А совершить омовение жители города смогут только в трех храмах. В храме святителя Спиридона Тремифунского – чудотворца на Советской армии. В храме Казанской – иконы Божьей Матери на Коммунистической. И в храме во имя Архангела Михаила в поселке Шмидта. Спасатели и представители церкви настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной безопасности и воздержаться от погружения в холодную воду людям со слабым здоровьем. А теперь коротко о других событиях дня. С начала года в Самарской области произошло уже шесть случаев отравления угарным газом. Пострадали 13 человек. Пятеро из них – дети. Накануне ЧП произошло в многоэтажке в поселке Усть-Кенильский. От отравления газом пострадала 30-летняя женщина. Причина происшествия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщают в региональном управлении МЧС. Спасатели напоминают, что необходимо заботиться о хорошей вентиляции, использовать только проверенное оборудование и при первых признаках утечки газа вызывать аварийную службу по телефону 04. В Самарской области по итогам прошлого года зарегистрировали 1943 случаи отравления спиртным. 193 человека скончались. При этом, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в сравнении с аналогичными данными за 2019 год, общее количество отравлений снизилось на 12,5%. Также почти на четверть сократилось количество случаев с летальным исходом. Почти 40 случаев острого отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями зафиксировали среди детского населения до 14 лет. В Самаре приступили к строительству второго здания школы на пятой просеке в Октябрьском районе. Это будет корпус с детским садом. Школа рассчитана на 850 учащихся и 75 дошколят. Подрядчику предстоит до конца этого года возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию. На строительстве объекта работает 60 человек в две смены. Работы идут в рамках нацпроекта образования. Летом в Самаре появятся 22 новых троллейбуса. Это должны быть низкопольные машины для удобства маломобильных граждан с комфортными сидениями, с антивандальными поверхностями и безопасные из негорючих материалов. Кроме того, новый транспорт должен быть оснащен валидаторами. Заявку на приобретение троллейбусов одобрили благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже известно, что новые троллейбусы будут следовать по четвертому маршруту. В Самаре переименовали несколько остановок общественного транспорта, соответствующий документ подписал первый зам главы города Владимир Василенко. Остановки КРЦ «Звезда» в обоих направлениях теперь будут называться «Самарский филиал Третьяковской галереи». Остановки на пересечении улиц Тухачевского, Киевской и Партизанской получили название «Храм всех святых». Подарок 170-летию губернии в арт-фойе Центра российской кинематографии «Художественный» открылась уникальная экспозиция и фотографии Самары, сделанных в разные исторические периоды. Зрители могут увидеть улочки из здания города, которые уже ушли в прошлое. На открытие выставки побывал наш корреспондент Михаил Ермоленко. Купцы дореволюционной Самары, советские руководители, а также труженики тыла военного времени. Экспозиция самарского краеведа и коллекционера Сергея Рудняева соединила разные эпохи в одном месте. Выставка «Самара. Куйбышев. Самара», посвященная 170-летию нашей губернии, открылась в кинотеатре «Художественный». 170 лет губернии – это такая большая, круглая, знаменательная дата, что мы просто обязаны были сделать какое-то мероприятие, которое достаточно ярко и очень тематически и адресно заявила о том главном, об основном, что символизирует этот праздник. Ну и, конечно, это наша столица. В экспозицию вошли фотографии с конца 19 века по наши дни. Здесь и старинные улочки, и новые проспекты города, знаменитые постройки, которые сохранились до наших дней, а также те, что канули в лету. Например, в числе запечатленных достопримечательностей – знаменитый трубочный завод, построенный в 1910 году по указу императора Николая II. Коллекция «Длиной в жизнь», признается Сергей Рудняев, собиравшаяся уникальной фотографией около 40 лет. Дореволюционные фотографии, дореволюционные открытки города Самары. К чему душа просто лежала? Абсолютно ничего не выбиралось. Самое интересное старались показать. Архивная коллекция живая и продолжает пополняться. Кроме знаменитых построек, фотодокументы запечатлели целую галерею образов тех людей, руками которых в разное время строилась и развивалась Самара, Куйбышев, а потом снова Самара. Впечатления положительные, так как здесь представлена наша история. И очень хорошо, что эта выставка существует, потому что иначе, не зная нашу историю, мы не знаем нашего будущего. Это очень прекрасно и было бы хорошо, если бы сюда водили детей. Увидеть уникальные фотографии можно в арт-фойе художественного до 3 февраля. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Самарскому медведю Умке исполнилось 23 года. В зоопарк он попал из цирка совсем малышом. Сейчас Умка в самом расцвете сил, говорят сотрудники зоопарка. С днем рождения медведя поздравила и наша съемочная группа. На печеньку, Умка, на печеньку, кушай. Именинник Умка с удовольствием поедает сладкое лакомство. Как и все медведи, он сладкоежка, и куску мяса предпочтет мед и ягоды. Правда, лакомство ему дают только по праздникам. Обычный рацион бурого хищника состоит из каш, мяса, яиц, овощей и фруктов. Питание у большого зверя в зоопарке хорошее. За раз может съесть до 20 килограммов. Поэтому в зимнюю спячку Умка в зоопарке не впадает. В спячку он у нас полноценный не впадает, так как еды ему достаточно. А в природе животные, медведи впадают в спячку, так как свой большой организм им надо прокормить. А его зимой намного сложнее прокормить, чем летом. Соответственно, они впадают в спячку. Это такой механизм защиты у них. В зоопарк Умка попал совсем малышом. Его забрали из цирка. Сейчас ему исполнилось 23. Если перевести на человеческий возраст, это примерно 40 лет. Мужчина в самом расцвете сил, говорят сотрудники зоопарка. При этом парень, он общительный, любит шумные компании. Наверное, сказывается цирковое прошлое. Он у нас очень веселый. Летом обожает купаться, любит публику, внимание. Ждет, когда к нему побольше народу подойдут. Вот когда он в бассейне плавает, купается. Он резко вскакивает, всех обрызгивает, все с визгом разбегаются. Ему это очень нравится. Следующий свой день рождения в зоопарке отметит черный ягуар-нуар. А в начале февраля всех посетителей ждет традиционное предсказание погоды на весну в день сурка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Количество просмотров YouTube-канала «Самаргиз» достигло 26 миллионов. Число подписчиков превысило отметку в 33 тысячи человек. Наш YouTube-канал – один из региональных лидеров по посещаемости. Интересные сюжеты, эксклюзивные проекты, выпуски новостей, авторские программы – все грани жизни города в нашем сообществе. Ежемесячно к нам присоединяются до 500 новых пользователей. Твиттер-аккаунт нашего телеканала тоже перешагнул новый рубеж. Количество подписчиков достигло 8 тысяч человек. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наши официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok